Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Музее Победы. Эта программа интересна об оружии, и я ее ведущий Александр Михайлов. Сегодня мы с вами поговорим о таком типе вооружения, как гранаты. И сегодня мы с вами поговорим о такой советской осколочной гранате, как F-1, которая была принята на вооружение Красной Армии в 1928 году. В простонародье эта граната получила прозвище «Лимонка», за схожесть с плодом этого цитрусового растения. Она являлась наиболее распространенной в Красной Армии гранатой. С ней наши солдаты и офицеры прошли все войны и локальные конфликты 30-х годов, всю Великую Отечественную войну. И даже сейчас, в 2021 году, данная граната стоит на вооружении Российской Армии. Граната F-1 является осколочной гранатой оборонительного действия. Почему так? Потому что у нее вы можете видеть вот такие вот насечки на корпусе боевой части, при взрыве которого, соответственно, они разлетаются в разные стороны. Радиус поражения от фугасного действия гранаты составляет порядка 3 метров. Радиус действия осколками и поражения осколками составляет порядка 20 метров. Но при взрыве отдельные части гранаты могут улетать на расстояние до 200 метров. Но какого-то особо поражающего эффекта эти осколки уже иметь на таком расстоянии, естественно, не могут. Когда гранаты с завода отправлялись в войска, то внутри деревянного ящика находилось 20 гранат F-1, боевые части с таким завальцованным колпачком, и отдельно в мешочки шли запалы. Чуть позже, когда началась Великая Отечественная война, запалы Федора Ковешникова были заменены на другие запалы УЗРГ, а в 1944 году появились новые запалы УЗРГ. УЗРГ расшифровывается как универсальный запал ручной гранаты, а УЗРГ, соответственно, то же самое, только модифицированный. Граната F-1 в годы Великой Отечественной войны была на различного рода фабриках, предприятиях и заводах изготовлена десятки миллионов штук, точные цифры неизвестны до сих пор. Единственное, что можно сказать, что, в том числе, помимо Красной Армии, этими гранатами очень охотно пользовались и наши противники на советско-германском фронте. Ну а на сегодня мой рассказ о гранате F-1 подходит к концу. Оставайтесь с нами и до новых встреч в Музее Победы. Редактор субтитров А.Семкин